Сегодня продолжим разбираться с оформлением, а в конце я дам информацию для пользователей, находящихся уже на продвинутом уровне. Ну, точнее, узнав ее, вы переместитесь на этот уровень. Но сначала закончим с блоками. Еще одним важным блоком является призыв к действию. Добавим его над новостями. Теоретически вот тут должен появляться плюсик для добавления нового блока. Но он не всегда появляется, поэтому просто выделим предыдущий и нажмем Enter. А вот, призыв к действию. Призывом к действию у нас будет вот это. А заголовок вот это. Начните создавать произведение искусства, станьте частью сообщества. Сюда нужно добавить фотографию. Что-нибудь из произведения искусства. Пусть будет вот такая. И действие – это кнопка. Длинно ее делать не стоит, поэтому какого именно сообщества объясним в призыве к действию. Не очень красиво, но ладно. И ссылка. Куда ведет? На сообщество в Telegram. А вот тут можно взять URL. Мы на эту кнопку его вешали. Тут опять же цвета. Можно, например, поменять цвет фона. Добавим пастели. Не нравится мне Telegram. Оставим в известности какого именно сообщества. Ну, в общем, все. А сюда давайте добавим какую-нибудь красоту. И красота это будет называться. Обложка. Рекомендации не нужны, а изображение добавим вот такое. О, вот это красиво получилось. Вот это даже прямо стильно. А в качестве цитаты выпендримся и добавим Prompt. Те, кто работал в Stable Diffusion, поймут, что это. Где-то у нас вот этот. Возможно, это и неправильно, но стильно. А я бы даже сказал, что правильно. У нас все-таки сообщество по Stable Diffusion. И получаем мы... Вах! А вот это плохо. И получаем мы вот такой сайт. Что касается блоков. У всех или почти у всех есть такой параметр, как ширина блока. Вот здесь. Можно поставить во всю ширину. Тогда независимо от разрешения экрана он будет растягивать его во весь экран. Тут он подрезал сверху и снизу, но высоту мы можем отдельно настроить. Смотрите предыдущее видео. В данном случае это некрасиво. Два изображения подряд во всю ширину, поэтому поставим по ширине содержимого. Если еще раз нажать, то это равнозначно тому, что нет растягивания. В данном случае так лучше. Не могу смотреть на это аж три. Надо поменьше сделать. Дальше, конечно, надо думать, как красиво сверстать главную. Но я сейчас об этом думать не буду. Наверное, надо больше текста. Не знаю. А может вот этот блок тоже надо сделать поуже. Так, а этот давайте вообще удалим. Все-таки никакой команды у меня нет. Все. Сайт готов. Теперь несколько секретов уже на продвинутом уровне. Есть такая штука, называется CSS. Каскадная таблица стилей. Она управляет оформлением элементов на странице и применяется каскадно. То есть можно установить правила оформления для боди, то есть всего сайта, потом для параграфов и ниже для какого-то конкретного параграфа. Если правила оформления для нижнего уровня не заданы, браузер возьмет правила с уровня выше. И если и там не заданы, еще выше и так до боди. Очень грубо объясняю, но это примерно именно так. И вот в кандинском, как, впрочем, и везде в WordPress, просто в другом месте, вам разрешено редактировать CSS. То есть добавлять свои стили оформления. Всех, вплоть до боди, и делать это можно через дополнительные стили в закладке «Глобальные». Надо только знать, как назван тот или иной элемент. Вот, например, как отцентровать заголовок нашей новости, вывести его посередине. У нас это заголовок секции с именем Section Title. Таким образом, если мы вставим вот такую конструкцию, наши новости у нас отцентруются. Но так как что-то еще на сайте может называться Section Title, мы добавили, что это не любой Section Title, а тот, что в KND-блог. Немного запутано, но я сейчас говорю про направление мысли. Тут можно все пробелы убрать, главное, чтобы были открывающие и закрывающие скобки и точка с запятой после параметров. Сам пример добавлю в описании. Тут все просто. Отступ слева – авто, отступ справа – авто, а выравнивание текста по центру. На самом деле тут сейчас не по центру, потому что есть надпись «Все новости» он выравнивает относительно надписи. И вот если ее убрать, выравнивает ровно по центру. В админке, правда, он этого не видит. Таким образом можно очень тонко менять оформление сайта, но нужно знать, что менять. Например, для Body, то есть всего документа, мы говорим, что параметр Image Border Radius равен, например, нулю. И может уже кто-то заметил, что фотографии у нас были с округлыми углами, а стали прямыми. Сейчас заметите, потому что мы поставим, например, 50 пикселей. Вот так. Или тысячи пикселей. Вообще вот так. Но внутри блока он оставил квадратную фотографию, потому что там выводимое изображение имеет собственное имя CSS. Прямо скажем, очень грубо объяснил, но еще раз это направление. Где копать? Копать в CSS. Через дополнительные стили вы можете очень тонко настроить сайт под себя и, в общем-то, изменить его до неузнаваемости. Примеры того, что мы сделали, в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова